Студия «Диафильм» представляет. «Диафильм» подготовлен Всесоюзным Обществом Знания и Студии «Диафильм». Алкоголизм и борьба с ним. Когда-то алкоголь, за его способность вызывать возбуждение, называли «водой жизни». Но уже давно некоторые ученые считали более правильным называть его «водой смерти». На плакате «За здоровье!» – нет. Злоупотребление алкоголем приводит к тяжелому и длительному заболеванию, хроническому алкоголизму. Прием даже небольших доз алкоголя нарушает самые тонкие психические функции. У большинства виновников автомобильных аварий обнаруживают в организме алкоголь. Плакат «Пьянство опасно!» Водитель автомашины, принявший даже малую дозу алкоголя, не может быстро реагировать на появление из-за поворота другого транспорта. Прием 25 граммов водки замедляет реакцию организма на 30%. На изображении показана реакция трезвого шофера и принявшего 25 грамм водки. Плакат. Два пути. Сесть нетрезвым за руль. Заранее избрать себе путь в больницу или в тюрьму. Глубоко ошибаются те, кто считает, что алкоголь повышает внимание, улучшает глазомер. Это мнение легко опровергается учебными стрельбами. Мишень номер один и мишень номер два. Трезвый снайпер из Нагана выбил 96 очков из 100 возможных, принявшие небольшое количество алкоголя, только 26 очков. Особенно отрицательно действует алкоголь на здоровье подростка. Даже небольшое количество спиртного может вызвать в молодом, еще не окрепшем организме, тяжелые расстройства. Алкоголь – медленно действующий наркотический яд. Вы сомневаетесь? Проделайте опыт. В три стакана с чистой водой бросьте зерна овса. Добавьте во второй стакан одну чайную ложку, а в третий – две чайные ложки спирта. Через несколько дней в первом стакане овес прорастет, во втором ростки будут развиты хуже, а в третьем ростков совсем не будет. Алкоголь способен проникать во все органы и ткани. Но больше всего его накапливается в центральной нервной системе. Концентрация алкоголя в крови отравленного им организма принята за 100%. В печени – 148%. В спинномозговой жидкости – 150%. В головном мозге – 175%. Профессор Стрельчук и Прятка изучали состояние органов пищеварения у алкоголиков. Обследовано 105 алкоголиков. Гастрит с повышенной кислотностью – 52. Здоровы – 5. Другие заболевания желудка – 4. Гастрит с пониженной кислотностью – 19. Острый гастрит – 20. По данным Мясникова, среди больных циррозами печени, половина в прошлом злоупотребляла алкоголем. На изображениях. Печень здорового человека. Жировое перерождение печени у алкоголика. Сморщенная печень алкоголика. Влияние алкоголя на желудок при систематическом употреблении. Нормальная слизистая оболочка желудка. Гипертрофический катар слизистой оболочки желудка – у пьющего. Атрофический катар слизистой оболочки желудка – у пьющего. Частое употребление алкоголя у одних раньше, у других позже, приводит к жировому перерождению мышцы сердца. На изображениях. Сердце здорового, не пьющего человека. Ожирение сердца у человека, злоупотреблявшего спиртными напитками. На фоне такого состояния может развиться стенокардия, инфаркт миокарда и другие болезни сердца. Плакат. Еще одну и точка. Алкоголь, попадая в живую клетку, окисляется, сгорает. При этом он отнимает у протоплазмы клетки кислород и воду. Клетка повреждается, нарушаются ее основные функции. Наиболее чувствительны к действию алкоголя клетки нервной системы, особенно высокоорганизованные клетки головного мозга. На изображениях. Клетки коры головного мозга у здорового. Распад клеток коры головного мозга у хронического алкоголика. При хроническом алкоголизме могут развиваться психозы, для которых характерны галлюцинации, бред, расстройства памяти. Один больной видит паукообразное существо, другому мерещатся богатыри, крокодилы, черти. Третий рисунок изобразил сам больной художник. В состоянии алкогольного галлюциноза, больного, беспокоят слуховые обманы, скрипы, шорохи, звонки кажутся подозрительными, шепот соседей или незнакомых людей, угрожающим. Алкоголик закрывает уши, пытаясь спастись от них. У некоторых во время алкогольных психозов появляются попытки к самоубийству. На фото. Юноша в состоянии белой горячки нанес себе ножевые раны, пытаясь покончить с собой. Болезненно измененная функция головного мозга рано или поздно приводит алкоголика к деградации. На это лицо нельзя спокойно смотреть. Ничего человеческого. Алкоголь сделал свое пагубное дело. Вы видели человека, растратившего свое физическое и психическое здоровье. Произошло это не сразу. До того, как достичь добровольного безумия, по меткому выражению философа древности Аристотеля, алкоголик проходит ряд ступеней. Легкомыслие, рассеянность, лень, забывчивость, лживость, ухудшение памяти, ослабление критического мышления, снижение трудоспособности. Психическая деградация. У больных алкоголизмом резко суживается круг интересов, исчезает чувство долга, пропадает стремление к трудовой деятельности, развивается грубый эгоизм. Они перестают заботиться о семье. Все стремления алкоголиков сводятся к тому, чтобы раздобыть средства на выпивку и найти собутыльников. Алкоголизм ведет к одряхлению и преждевременной смерти. Непосредственные причины смерти алкоголиков. 164 умерших. Острое отравление алкоголем – 40. Воспаление легких – 44. Несчастные случаи – 21. Туберкулез легких – 20. Болезни сердца – 16. Рак – 4. Кровоизлияние в мозг – 4. Другие причины – 15. Хронический алкоголизм отца может привести к развитию у детей нервных болезней и даже к психической неполноценности. По данным академика АМН СССР Клоссовского. Дети, родившиеся до заболевания отца алкоголизмом. Развитие детей нормальное. Родившиеся после 3-4 лет пьянства отца. Дебильность, слабоумие, первой степени – 100%. Ни один ребенок не закончил больше 6 классов. Родившиеся в период выраженного хронического алкоголизма отца. Дебильность второй и третьей степени. Все дети учатся во вспомогательных школах. Появившиеся на свет после 3-х летнего воздержания отца от водки. Не отмечено никаких нарушений высших психических функций. Алкоголизм члена семьи – всегда трагедия для близких. Бессонные, тревожные ночи ребенка. Хронический алкоголизм можно излечить. Лечение проводится амбулаторно, в психоневрологических диспансерах, медсанчастях и стационарно. Злостные алкоголики помещаются для лечения в лечебно-трудовые профилактории. Больной, поступивший в клинику в состоянии тяжелого алкогольного опьянения. Алкоголиков лечат психотерапией. На фото слева направо. Больной в гипнотическом сне. Коллективный гипноз, во время которого проводится лечебное внушение. Выработка отрицательной реакции на алкоголь во время гипнотического сеанса. К положительным результатам приводит аутогенная тренировка, один из методов психотерапии. Выработка отвращения к алкоголю при помощи апоморфина. Внушение реакции тошноты от алкоголя в гипнотическом состоянии. В целях укрепления нервной системы применяют физиотерапию. На фото. Физиотерапевтическая процедура. Гальванический воротник по щербаку. Один из методов лечения хронического алкоголизма. Лечебный сон. На фото. Проведение электросна. Тонизирующее средство лечения. Кислородотерапия. Укладывание больного в кислородную палатку. Введение кислорода подкожно. Успокаивающе действуют лечебные ванны. Для общего закаливания организма проводится ультрафиолетовое облучение. Проводится лекарственное лечение больных. Введение лекарств путем ингаляций. Итак, лечебных средств для избавления алкоголиков от недуга существует много. Необходимо только, чтобы больные хотели лечиться. Возникает вопрос, можно ли бороться с алкоголизмом, как врагом здоровья и социальным злом. Да, можно. Прежде всего нужно понять весь вред пьянства. Плакат. Пьянство. Всегда зло. Болезни. Белая горячка. Увечья. Хулиганство. Преступления. Разрушение семьи. Пьянство, как правило, кончается плохо для здоровья. Плакат. Результаты налицо. Пасха. Крещение. Троица. Спас. Рождество. Успение. Плакат. Ты меня уважаешь? Не предлагай. Не предлагай. Нужно восстановить старый русский обычай, встречаться с друзьями за самоваром. Вино – необязательный атрибут дружеских встреч. Лучшая профилактика алкоголизма, антиалкогольное воспитание молодежи. Плакат. Не затянешь. Прочь. К тем, кто злоупотребляет алкоголем, необходимо применять меры общественного воздействия. Одна из таких мер – выпуск бюллетеня за здоровый быт. В нашем государстве проводится ряд важных мероприятий по борьбе с пьянством. В том числе. Первое. Запрещено рекламирование алкогольных напитков. Второе. Запрещена продажа алкогольных напитков несовершеннолетним. Третье. За появление на улице пьяных подростков, их родители привлекаются к административной ответственности. Четвертое. За вовлечение несовершеннолетних в пьянство, независимо от последствий, виновные подлежат уголовному наказанию, лишением свободы, сроком до пяти лет. Пятое. Категорически запрещено самогоноварение. Шестое. Введено принудительное лечение алкоголиков. Неалкоголем нужно поднимать настроение. Ежедневная гимнастика. Вот что делает человека бодрым, жизнерадостным, веселым. Лучший способ приобрести хорошее настроение – движение. Движение дает мышечную бодрость, без которой нет здоровья, нет полноценного умственного труда. А сколько приятных впечатлений дает туризм. Оздоровляющие действуют и доставляют большое удовольствие лыжные вылазки за город. Увлечение изобразительным искусством – одно из наслаждений, данных человеку. На фото. В изо-студии заводского клуба. Большое эстетическое наслаждение доставляют танцы. А сколько радости можно получить от хорошей музыки. Она обогащает духовный мир человека, пробуждает высокие чувства, поднимает настроение. Человек, любящий жизнь во всех ее проявлениях, желающий здоровья себе и близким, поставивший цель – постоянно укреплять свое здоровье и развивать духовные способности. Не станет злоупотреблять спиртными напитками. Желаем вам крепкого здоровья. Конец. Автор – Самарин. Консультант – доктор медицинских наук, заслуженный деятель науки РСФСР – Стрельчук. Художник-оформитель – Носкова. Редактор – Бабкина. Студия «Диафильм». 1971 год. Озвучено платным голосовым движком Алена для канала «Маркс был прав».